Вместо утреннего кофе многочасовая пробка. Так жители Правобережья добирались до своей работы и учебы в утренние часы пик. А все из-за аварии на Николаевском мосту, которые парализовали движение. Как красноярцы пережили этот транспортный коллапс, расскажет Дарья Морева. Короче, стоим уже на пробке час. И даже этого часа не хватило жителям Тихих Зорь, чтобы выехать утром из собственного двора. Одна за другой машины вставали в огромную пробку, которая растянулась практически по всему Правобережью. Бордовым цветом горели улицы Лесников, 60 лет Октября и Свердловская. Для многих дорога до работы превратилась в настоящее испытание, хотя некоторые водители отнеслись к пробке с юмором. Та-дам! Исполнился ровно час, как я встал в эту замечательную пробку на Свердловской. Мне кажется, что еще чуть-чуть и в этой пробке начнут рождаться дети. А возможно, кто-то и помирать будет. И этот дорожный коллапс образовался из-за двух разных аварий на Николаевском мосту. Две легковушки не поделили полосу и столкнулись друг с другом. И еще один водитель не заметил ограждений и влетел в них. Никто не пострадал. Однако дорога оказалась заблокирована. Добраться с правого берега на левый, да еще и в час пик, можно было только одним путем – пешком. Поэтому многие выходили из автобусов и сами обходили пробку. А вот водителям только и оставалось стоять на мосту и делиться болью в комментариях на онлайн-картах. Так долго я еще не выезжала со двора. Более 40 минут. А тем временем на мосту новая авария произошла. Уже еду не спеша. Опоздала везде, где только можно. День не задался. Когда, наконец-то, вы уже проедете? Хочу сильно в туалет. До дома далеко. Пустите. 25 минут выезжать со двора. Ну, это сверх всего. Надеюсь, ДПС вплавь приехала разбирать ДТП на мосту. Пропустите, пожалуйста. Преподаватель в угол ставит за опоздание. А пока одни стояли на Николаевском мосту, другие разворачивались и ехали на коммунальный. Правда, этим хитрецам повезло не больше. Переправу на левый берег тоже сковала пробка. И тоже из-за аварий. Кроме того, Бордовым традиционно горели улицы Симофорная, Матросова, Мичурина и проспект Красноярский рабочий. Так в одночасье парализовало практически весь правый берег. Однако в ГИБДД уверяют, аварии явление нередкое. И даже если из-за них на уши встает полгорода, это еще не повод устраивать панику.